СИРИЯ Анкара, в свою очередь, перестала сдерживать поток беженцев в Евросоюз. За выходные в Европу попало порядка 50 тысяч человек. На юге Греции чрезвычайное положение. Премьер собирает совбез, на границу отправлены войска. Свою полицию в Грецию отправляет и Австрия. США тем временем заключили мир с движением «Талибан». Морпехи вернутся домой в течение года, на свободу выйдут 5 тысяч боевиков. Талибы отпустят тысячу пленных, пообещают воевать с ИГИЛ, а не с НАТО. Ранее Трамп, похожим образом, уже вывел войска из Сирии. Киев предлагает Москве новый обмен в формате «всех на всех». Он может состояться уже в марте. Россия тем временем назначила торгового представителя на Украине. Впервые с 2012-го. Им станет Андрей Бабко, который до этого возглавлял торгпредство в Армении. Одновременно закрыты торговые представительства в Литве, Латвии и Эстонии. В Минпромторге заявили, что это направление Москве больше неинтересно. Коронавирус становится главной угрозой для российской экономики, пишут ведомости. Центробанк прогнозирует снижение роста ВВП и замедление промпроизводства. Мишустин просит скорректировать бюджет на следующие три года. Нефть впервые за 2,5 года опускалась ниже 50 долларов. Россия и Саудовская Аравия обсуждают снижение добычи. Силуанов, правда, уверяет, что и при цене в 30 долларов кризиса не будет. В США за выходные заболевших стало на треть больше. Умерли двое. В Вашингтоне и Сан-Франциско чрезвычайное положение. В Южной Корее сектантов, из-за которых произошла вспышка, будут судить за убийства. В Иране число заболевших удвоилось до 600, умерло более 40. Жители Бендер-Абаса на юге страны подожгли больницу, куда переместили заразившихся. В Индии на треть рухнули продажи самых массовых в стране автомобилей ТАТА. Причина все та же – остановка поставок запчастей из Китая. Оппозиционный парламентарий во Франции требует объявить импичмент Макрону. Повод решения президента протолкнуть пенсионную реформу без голосования в Нижней Палате. Прикрываясь коронавирусом, власти заодно запретили массовые скопления людей. Несмотря на это, в нескольких городах все выходные снова протестовали желтые жилеты. В столице Филиппин, Маниле, охранник торгового центра устроил стрельбу и захватил в заложники 30 человек. Стрелка накануне уволили. И он призывал коллег присоединиться к захвату здания. Но безуспешно. ТЦ эвакуировали, захватчикам идут переговоры. Люксембург стал первой страной, сделавшей общественный транспорт полностью бесплатным. Каждое домохозяйство сэкономят на проезде около 100 евро в год, заявляют власти. В Санкт-Петербурге пока обещают лишь скидку владельцам карт МИР и единых карт Петербуржца. Дисконт продлится до конца этого года. А во Владивостоке на 100 тысяч оштрафовали водителя автобуса, который вытолкал на улицу 94-летнего ветерана войны, отказавшись везти его бесплатно. Из-за аномально теплой зимы Минстрой обещает перерасчет квитанции за отопление. Меньше платить будут те, у кого не установлен счетчик. Размер скидки не уточняется, но Москва за эту зиму потратила на отопление на 20% меньше, чем в прошлом году. В среднем по стране каждая семья отдает на услуги ЖКХ пятую часть доходов. В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства, необходимые пациентам. Чтобы получить добро на импорт, нужно заключение врачебной комиссии. В списке препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, в том числе лекарства для эпилептиков. В прошлом году за незаконный ввоз Фризиума нескольких человек пытались привлечь к уголовной ответственности. В России производятся только менее эффективные дженерики. На Рязанском приборном заводе создали обеззараживающую систему нового поколения. Прибор Заря, который сейчас проходит испытания, это облучатель, который на короткое время разогревается до 15 тысяч градусов. В отличие от ультрафиолетовых ламп, процесс обеззараживания длится всего несколько секунд. Обещают эффективность в лечении ран, кожных заболеваний, ОРЗ, гриппа и ангины.